Здравствуйте ребята и добро пожаловать на youtube канал Таллинской Центральной Библиотеки. С вами серия видео уроков для детей, которая называется Мастерим с Элиной, то есть со мной. Вот и наступил июль. Середина лета самое подходящее время, чтобы загорать на пляже, купаться в море. Но в морях и океанах обитает очень много разных рыб, животных и других существ, многие из которых очень опасны. Например, акулы. И сегодня мы с вами смастерим такую акулу, а точнее маленького акуленка, не только чтобы перестать их бояться, но и чтобы больше узнать об этих необычных обитателей морей. И прежде чем мы с вами начнем мастерить, я хочу познакомить вас с интересными книгами, которые советую обязательно прочитать. И первая из этих книг называется «На морском и реком». Из этой замечательной энциклопедии вы узнаете, какие птицы, какие слюны оставляют на песке, вы узнаете о многообразии ракушек, вы узнаете о рыбах, которые очень умело прячутся под водой, ну и конечно же вы узнаете, как можно поймать краба. Главное потом его не забыть отпустить. Многие ребята наверняка слышали веселую песню акуленка или даже сами ее поют. А поет акуленок о семье, о своей семье. Конечно же он импровизирует и меняет мелодию под разные праздники, ну например, под хвеллы. И конечно же, несмотря на свою зубастость, акуленок ищет новых друзей. Книжка-панорамка – это отличная возможность прочесть о приключениях акуленка и, возможно, даже вместе с ним спеть веселую песню. Акуленок не единственный персонаж, который знаком вам по песням и мультфильмам. Как и акуленка, многие ребята просто обожают отважных щенков из тяпа-патруль и щенячьего патруля. Каждый день лучшие друзья человека, ну пока еще щенки, спасают людей от разных напастей в бухте приключений. В этом замечательном сборнике вас ждет три истории о приключениях отважных щенков. И так как мы с вами сегодня мастерим акуленка, я хочу познакомить малышей вот с такой замечательной книгой на английском языке, которая называется «Shark in the Park» – «Акула в парке». Добрый щенок бегает по парку и предупреждает своих друзей, что в озере он видел акулу. Он видел ее треугольный плавник и острые клыки. Но потом оказалось, что акула – это резиновый круг, которым учится плавать их лучший друг – змея Джейк. Итак, чтобы сделать акуленка, нам понадобится цветная бумага. У меня акуленок, как в песне, как в мультфильме, будет желтым. Поэтому я взяла желтый в бумаге. Если вы потом решите сделать акуленку маму, папу, бабушку акулу, дедушку акулу и других родственников, вы можете использовать другие цвета. Ну, например, маму акулу можно сделать розовой, а папу акулу можно сделать синим. Или вообще всю семью акулу можно сделать синим цветом. Также для работы нам понадобится простой карандаш и черный маркер, ножницы и клей, белая краска, ватные палочки и искусственные глазки. Если у вас искусственных глазок нет, глаза акуленку вы можете вырезать из белой бумаги и черным маркером или черным карандашом нарисовать зрачки. Для начала возьмем с вами лист бумаги, расположим его горизонтально и сложим пополам. На сгибе простым карандашом нарисуйте полукруг. Вы можете его нарисовать от руки, а можете использовать для помощи, например, основание тарелки или края от чашки или стакана. Я буду рисовать полукруг, при помощи пластикового стаканчика. Просто приложите его на сгиб и нарисуйте полукруг. Чем больше вы нарисуете полукруг, тем больше у вас будет акулёна. Получившуюся фигуру нужно вырезать. Для акулёна у нас получилось вот такое дело. Теперь мы нарисуем брюшко и рисовать мы его будем при помощи ватной палочки и белой краски. Просто обмакните ватную палочку в краску и не рисуйте ей, как кисточкой. Ставьте точечки. Ставьте точечки, пока не получится брюшко. Если у вас брюшко получается не полностью закрашенным, ничего страшного. Пускай остаются точечки, пускай остаются желтые места. Так даже красивее. Продолжение следует... Акулёнка получилась вот такая замечательная белая брюшко. Пока краска сохнет, мы с вами сделаем акулёнку, хвост и спинной плотник. Нарисуйте их простым карандашом на желтой бумаге и вырежьте ножницами. Рисовать будем на том же самом листе, из которого мы вырезали акулёнку тела. Будем экономить бумагу. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Теперь хвост и спинной плавник нужно приклеить к акулёнку. Хвост мы клеиваем внутрь подделки и клеим с обеих сторон. Намажем и клеим с одной стороны. Приклеим хвост. Сверху ещё раз намажем и клеим. И подержим, чтобы хвостик у нас хорошо приклеился. У нас здесь получается такой закрытый кармашек. Хвост приклеим с двух сторон. Здесь мы ничего не склеиваем. Спинной плавник мы приклеиваем к телу акулёнка сзади. Не с той стороны, где у нас брюшка, а со спины. Теперь приклеиваем акулёнку искусственные глазки. Чёрным маркером мы рисуем акулёнку бровки, рот и жабры. Жабрыми акулёнок дышат. Теперь мы снова возьмём ватную палочку и белую краску и сделаем акулёнку жемчужной зубки. Если вы хотите нарисовать его острый пукет, то возьмите тонкую кисточку. Субтитры подогнал «Симон»! У нас с вами получился вот такой замечательный акулёнок. Ну, вроде бы похож. Теперь ему можно смастерить папу, маму, бабушку, дедушку и других акульих родственников. Ребята, я надеюсь, что сегодняшний видео урок вам очень понравился. И вы не только смастерите себе акулёнка, но и придёте в библиотеку, чтобы взять почитать интересные книги и ещё больше узнать о мире природе и животных, и особенно о морских обитателях. До новых встреч! Дякую за субтитры! Пока!